Привет всем, с вами я Михаил, сайт обзор CKUA. Напомню, что данный урок выходит при поддержке научно-производственного объединения LAT, лидера в области вакуумно-плазменных технологий. Им отдельное спасибо. А мы с вами в сегодняшнем уроке продолжим рассмотрение скульптинга и рассмотрим кисти вакс или воск, скрейп удаление, фил заполнение, нож и пинч сжатия. Давайте активируем пул, сделаем ресет, активируем симметрию и для начала добавим рельефу нашим клыкам. Как-то вот так вот. И возможно чуть-чуть сбоку. Так уже симпатичней. И теперь начнем с воска. Кисть воска является оптимальным вариантом при нанесении или удалении материала. С настройками по умолчанию получаем вот такой вот штрих. И результат совершенно различен, если мы нанесем штрих с помощью пул. Вернем назад. Безусловно, уровень детализации зависит от установок. Этот процесс похож на аналогичный физический процесс, как если бы мы наносили материал воска на поверхность объекта или соскабливали бы его. Настройки инструмента схожи с оттиском, имеют те же самые вкладки, но при совершении одного и того же действия с одинаковыми настройками, как я показал перед этим, результаты совершенно различны. Работая с воском, происходит даже визуально, как бы увеличение физического веса объекта. Давайте активируем симметрию и поработаем немного с нашими выделениями. К примеру, можно добавить вот так. Поработать с ними так, как необходимо. Точно так же сделаем и здесь. Продолжим то же самое действие вот здесь вот. И последний. Как-то вот так. Теперь развернем наш объект. Уменьшим кисть и проведем вот такие вот разводы под нашими глазами. Вот как-то так. Вот что у нас получается. Увеличив кисть, можно так же добавить какую-то геометрию вот здесь вот. Вот так вот. И мы уже получаем некоторую геометрию. Давайте уменьшим еще нашу кисть. Увеличим давление. И добавим. Вот так вот, к примеру. И вот так вот. Что у нас получается? Вот такой фрагмент. Ну и как всегда тут, конечно же, каждый должен поэкспериментировать и понять, насколько хорошо это все работает. Идем дальше. И следующее у нас это кисть фил или заполнение. Она производит заполнение ниже расположенных участков. Просчитывается среднее значение высоты для участка, расположенного под курсором. Все точки каркаса, расположенные ниже этого уровня, будут смещены или приподняты. В принципе, наилучшим образом эта кисть функционирует при максимальных значениях. Давайте активируем симметрию. Сделаем меньше кисточку. И вот что происходит с заполнением. Можем посмотреть результат вот так вот. Заполнение произошло симметрично и равномерно. Кисть скрайб или удаление работает точно так же, как и заполнение. В точности до наоборот. К примеру, если мы активируем вакс, уберем симметрию, добавим штрих, то скрайб произведет удаление вершины. Для этого производится просчет средней высоты поверхности, которая находится под курсором. И все точки, расположенные над этим уровнем, будут смещены в нижнем направлении. Вот так она работает. Довольно специфическое использование. И следующая кисть у нас это нож. Эта кисть имеет стандартные настройки, но дополнительно здесь присутствуют параметры пинч, сжатие, и пуш, давление. Давайте активируем симметрию. И если мы проведем кистью сейчас, то получим довольно жесткую линию. Вот как вы видите. Технически действие ножа производит стягивание точек каркаса на основе своего действия и одновременно их смещение в нижнем направлении. Ну или в верхнем, если мы удерживаем клавишу Ctrl. Оперируя значением пинч, можно получать жесткую или мягкую линию. К примеру, давайте сделаем где-то вот так вот. И попробуем сделать выразительные линии вот здесь, возле наших клыков. К примеру, вот видите. Очень хорошо она работает здесь. Вот что у нас получается. Порой очень удобно использовать режим SteadyStraw. Если мы будем делать штрих, то сначала у нас появляется синяя линия и можно легко повторить необходимые сгибы. Вот как здесь. Думаю, с этим понятно. Давайте перейдем теперь к пинч. Кисть пинч производит смещение точек, расположенных под курсором, в поперечном направлении к направлению создаваемого штриха. Вот в нашем случае мы можем подвести изгибы наших клыков. Давайте увеличим немного давление. Активируем симметрию, поскольку у нас все симметрично. И попробуем провести. Вот что у нас выходит. Так же можно сделать и здесь. И получается довольно симпатично. С ее помощью можно работать с ребрами, с кромками и так далее. С такими моментами моделирования, где необходимо вот такое вот смещение. Думаю, с этим все понятно. Надеюсь, каждый сам дошлифует полученные знания на своих объектах. В следующем уроке мы продолжим рассмотрение скульптинга и рассмотрим другие кисти. А пока напомню, что данный урок выходит при поддержке научно-производственного объединения LAT, лидера в области вакуумно-плазменных технологий. Им отдельное спасибо. А всем вам желаю удачи в собственных проектах. Следите за нашими обновлениями и оставайтесь с обзором CKUAR. Продолжение следует...